Так вот, есть люди работающие, а есть те, кто не понимает как работать. А как работать? Да так, чтобы права знал весь город. Вот как. А кто вам дает идеальные понятия? Так вот это естественно телевидение. Вот, к примеру, хочется вам поднять качественное звучание аппаратуры, затонировать машину и сделать ее угон невозможным. Хочется? А вот вам, пожалуйста, место. Вдоль северного перехода едьте в сторону цехов комбината и после лукоиловской заправки направо. Здесь вам все и ставят. К слову, о нормальном звуке. Все современные машины имеют звучание в центральной консоли. Ну а как же быть с басами то? То, что звучит, не имеет басовой сущности, а по сути событий уже 20 лет все работают на сабвуферах. Только есть сабвуферы в ваш багажник или на пол. Я прекрасно понимаю, что за вашей спиной стоит суперсовременная машина, у которой нормальный звук. Но в нормальных машинах сейчас почему-то не ставят сабвуферы, да? Вы это можете поставить? Да, можем. То есть это возможно. Подключаемся к штатной магнитоле, ставим специальный блочок, которым подключаем мы тюльпаны, выводим все в багажник, ставим сабвуфер. И получается делаем пультик, ставим отдельно, которым мы увеличим, понижаем уровень баса. Теперь процедура номер два. Закон нам разрешает тонировку заднего стекла и задних дверей. А почему бы и нет? Представляете вопрос? Вы бросили в машину ноутбук или дорогой планшет, а может быть новые документы или бабки. Хлоп, стекло даванули. Все в стекле. А то, что было внутри, то и нету. Да, такое случается. Но лучший вариант – это тонировка. Итак, мы тонируем автомобили. Первый образ и для чего мы тонируем автомобили. Потому что на заднем сидении что-то иногда может полежать, да? То есть поставили ноутбук, да? Представляете, пришел, а кто-то твою машину разбил. Просто выдавил стекло, да? И в результате, ну и машину потеряли, да? Часть. Это не дешевое удовольствие, если что. Вот. И потеряли еще ноутбук. Чем мы занимаемся и как мы тонируем? Сейчас на самом деле, как бы, действительно тяжелые времена. Проблема с деньгами. И все это BTO сейчас только будет, как бы, прогрессировать, скажем так. Тонируем мы, стараемся все новые автомобили без разбора. Суть в том, что при любой разборке, как бы, могут происходить нюансы, поскрипывать начинать или чопики какие-то надламываются. Конечно, как бы, если профессиональные руки, можно качественно и разбирать, и собирать. Но это человеческий фактор, и могут возникать всякие моменты в перспективе. Поэтому мы стараемся все новые свежие автомобили делать без разбора. Материал у нас качественный, металлизированный. 3-4 года не выгорает, не синеет, не светлеет. Я понимаю, что этот материал, он еще какой-то суперовский, да? Потому что я видел, как это делается, да? Вот. И тем же самым и занимался в детстве, Тань. Но не получалось того вашего результата, правильно? Ну, это, как говорится, профессионализм. Материал есть разный на любой, скажем, вкус и кошелек. То есть можно и подешевле варианты, можно и подороже. Непосредственно тоже с клиентом на месте обсуждаем, что он хочет. И как? Теперь, как машину закрыть? Ну, я решил правильнее. У меня машины из стали, и естественен вопрос. Сколько им лет? Простите, но последней машиной из стали стал 600 МР с 1998 года. То есть мы говорим о машинах, стаж которых, и это не один десяток лет. Они, по сути, неугоняемые. А вы купили новую. И ваш новый автомобиль наверняка очаровал угонщика. То, что он умеет делать. Стырить ключи и обезопасить проводку базовую. Но давайте усложним ему задачу. Сделаем так, чтобы вашу машину он не угнал. Ну, и есть определенные секреты, да? Потому что можно машину так поставить, что никто и не залезет, правильно? Но эти секреты обсуждаются уже отдельно. Ну, да. То есть есть индивидуальный подход к каждому клиенту. То есть есть блокировки, всякие скрытные блокировки, GSM-маяки, всякой. Как бы сейчас очень много, рынок широкий. То есть ассортимент охранного с автомобильного. То есть есть вообще от меня какие-то блокировочки всякие интересные. Но это все непосредственно с клиентом уже, непосредственно, ну, данный автомобиль. То есть я, допустим, ездя на старой машине, говорю, поставьте мне такое, чтобы люди увидели, что у меня сигнализация и уже подумали, а стоит ли лезть. Я хочу к вам обратиться, чтобы вы поставили недорогую, хорошую сигнализацию, недорогую не будет, потому что хорошая сигнализация, она гарантирует ваш запуск автомобиля, да? Но тем не менее, и все люди поймут, что раз машина на охране, нечего туда лазить. А если я ставлю новую машину, почему бы я не дал бы себе возможность почувствовать свою машину в абсолютной безопасности? Да, то есть возможно. То есть подключить и блокировочки, и кнопочки, и дополнительные, можно замочки капота поставить. То есть капот не вскрыть, никак не попасть в автомобиль. То есть полная безопасность. Есть охранные комплексы, есть беспроводные GSM-маяки, которые водонепроницаемые. Их можно спрятать там куда угодно. То есть в Москве даже ставят по две штуки таких машины. То есть один прячет, ну куда-то видно, вместо другой прячет куда-то подальше. И мне, конечно, интересует вопрос, можно ли сделать так, чтобы ваш автомобиль не угнали? Да, можно. То есть есть, ну как бы, можно сделать какую-нибудь блокировочку, секретики, которые обсуждаются только непосредственно с клиентом. Отдельно? Отдельно. Ну что, господа, вы поняли, как надо работать-то? Да хоть 10 тысяч раз опубликуйте и сделайте радиоролик. Смысла такого, как по ТВ, нет. И придумать у вас не получится. А смысл вашего подхода на ТВ говорит, что проще изготовить нормальный ролик и дать всем возможность понять, как вы работаете. Работаете так же, как здесь. То есть устанавливаете акустику, тонируете и ставите противоугон. Может быть, но кто знает то. А теперь сведения для всех. Мы свои машины тонировали и ставили противоугон только в этом месте. Перед северным переходом, если ехать на комбинаты после Лукойла и здесь направо.